Сама Джанава Дэви, чья жизнь очень подробно была запечатлена, в частности Бхакти Ратнакари описано, как она вела себя, будучи уже Ачарьей, Ачарья, длинная буква А в конце женского рода, имея множество учеников, как она, например, путешествовала врач. Она всегда путешествовала в сопровождении учеников, которые окружали ее со всех сторон. Хотя она была Шакти, Господа Нитянанды, вечно освобожденной душой, но тем не менее она играла безупречным образом социальную роль в своей обществе. Когда она пришла к хижине, где жил Рагуна Тадаса Госвами, то она не вошла туда. Она послала своего представителя, который пришел и известил о ее приходе, чтобы не она зашла внутрь, а он вышел наружу поприветствовать ее. Она поклонилась Рагуна Тадаса Госвами, тот поклонился в ответ. Когда Нова Мата, например, готовила просад для своих учеников и для других вайшнавов, и сама предлагала его Кришне, сама его раздавала, покрывала голову чем-то тканью и так далее, как она вела себя безупречно с точки зрения роли женщины в обществе. Поэтому вполне возможно совмещать безупречное исполнение обязанностей женщин в обществе, в том числе женщин Дипши Гуру и их положение, источник трансцендентного знания, представителей Господа Кришны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова